здрасте дорогие мои сегодня у нас 1 ноября поблагодарить за поддержку канала пока никого ну а вот за поддержку от друзей есть кому только они говорили еще раз поговорка не или скоро для места друзей это очень хорошая поговорка мне буквально вчера кинули такой ролик когда отец зарубил корову приготовил разные там блюда всяких всяких говорите деньги позови всех соседей родственников пусть приходит там как бы гуляют ну сын вышел и начал кричать пожар-пожар помогите пожар очень многие там близкие развернулись сделали вид что не слышит и ушли на некоторые пришли посидели допоздна погуляли от души потом после того как гости ушли отец задает сыну вопрос сынок я же ведь попросил что ты всех соседей всех родственников пригласил а тут говорит очень многих из людей даже лица незнакомые совершенно чужие лица короче это что такое я же тебя попросил ведь папа я вышел и покричал что дом наш горит это те люди которые кинулись тебя помочь нас помочь понимаете всегда запоминайте дорогие мои не надо просить чтобы тебя помогли человек который хочет помочь хочет помочь он это сделать просто так он не подождет пока ты ему попросишь что-то элементарно там но мне частенько там из-за ребята многие из вас вспомнит наверное пишет вот проблема там много на ватсап там или туда проблема с этим я не жду пока этот человек это да там позвонит или я сам часто беру набираю спрашиваю какие проблемы то есть человек который хочет помочь он найдет тысячи возможностей который не хочет он найдет тысячи причин точно так же как и в гоне голубей значит сегодня у нас 2 2 тренировка пешалок все девять вчера остались ни один не пропал хороших мог бы унести как видите никого никуда не уносит всех этих пешалок еще кормит родителей ну даже по ноздрам можете видеть такие размера дотовите клювики у них у всех молочные клювики мелочевка и не слушайте не слушайте тех которые басни рассказывают да вот это так это так это так это так всегда верите я всегда говорю разговор с голубятником должен быть закрытыми ушами закрыл уши открыл глаза показал услышали не показал развернулись ушли потому что рассказывать нужно что угодно а вот показывать не в коем случае значит как только птенцы будь это голуби будь это попугаи канарейки утки там любая птица который умеет летать как только они выпрыгнулись гнезда они уже готовы летать не зависит готова не пищат или не пишет так ну сегодня их не задача дорогие мои долететь до дома метров 50 до меня не пропасть это вот от черного чубатова сцена но этот через сейчас начнется у него очень быстро линька и он станет челя этот станет челя вот они сначала сюда потом на провода на стол на ту крышу потом камни скорее всего смотрите какая красота это какая красота ведь замечательно это от сестры его от черного чубатова дочки это один ты затянешь до провода дайте но и этот за ним ваша виде да и кстати чем меньшее количество вот я просто раз 18 штук начал тренировать в этот раз я девять два раза и вы не поверите результату этих девятерых будет лучше чем у тех 18 но это ржавый это вот любимый мой цвет для меня вот такой цвет лучше любого отрезного хвоста двухчубого трехчубого четырехчубого любого это вот натуральный природной масть понимаете натуральный и это туда полетел молодец мраморный голубь с под мраморного тоже вот мраморный вышли это вот один чем-то тянешь мощный круг дашь уже на хвост падает молодец а вот второй ты малысок не боимся дорогие мои не боимся вот как прошлый раз когда я оперировал голуби да там показывал не бойтесь не бойтесь смело берите делайте не бойтесь точно так же не боитесь гонять не бойтесь гонять пишала все тупые пропадут останутся умные ну вам решать какие вам нужны он там две горлица у меня сидят тоже мои значит эти вот ответила подожди кофейного сына дедушки их и уже нету так вы тоже чили он будет и один и второй и второй смыть это так и все вычезли как сейчас учебенок у меня там мокрый хвост уже мокренький тюх 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 писит малысок может быть испугались что там увидели это скорее всего тот год который ко мне бегает и видели как дергались ага что такое что такое код тут как-то засануете же от страха полетят это от страха уже полетит соскучит сейчас тут опасно оказывается ну ничего я говорю и этот от страха сейчас полетит вот так мы тренируем летать учим летать еще щас и на хвостик сядут этот хомут шеечки это от хомут шеечки у ганера одна такая есть голубочка дотянули до туда молодцы ганер скорее всего это тоже твой я так думаю я так думаю может до дома дотянешь или нет или сюда сядешь ну так кто куда так два четыре пять шесть семь восемь так а девятый девятый ты куда сел и будем ждать дорогие мои чтобы они долетели вон до туда на тех крестовин до моего дома пока ждем так дорогие мои приехал уже темно хотя время знаете 5 часов всего то есть пораньше начал темнеть все бандит посмотрим сколько тут их сколько тут их даже я не могу поймать сколько там бандит засранец все должно быть 9 штук должно быть 9 штук что стало не знаю 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 9 10 7 9 9 не видел. Сколько их было, как было, что было, что было. Барзит ушел туда. Залезает сюда, отсюда прыгает туда. И пошел было. Засрались, не стыдно, что ты творишь, а? Ну что ты, ну теперь прыгнешь туда? Ты же уже не прыгнешь. Ты же уже не прыгнешь. Так, сейчас пару комментариев почитаю и на этом, наверное, закончим. Опять будет короткий ролик, дорогие мои. Опять будет короткий ролик, потому что не успеваем. Так, Александр пишет. Привет, Гагик, у меня пропало два голубя. Кормит голубей три часа дня. Вечером пошел закрывать двоих. Нет тех, кто летает. Хорошо бывает, что ночь оставались. Как ты думаешь, куда делись? Откуда я могу знать, куда делись? Я не знаю, куда мои двои делись, Саша. Завтра будет виднее. Ну уж если голуби в ночь оставались, ну может кто-то напугал, они опять соскочили, опять куда-то упали. Дождись до завтра. Если не придет, значит, ну могли кошки взять, могли там, ну хотя бы три часа. Среди белого дня кошки не возьмут. Они вот так при темноте могут взять. По-моему все... А, ну да, в этом голубе это ролики и было, когда... Когда-когда кошка набросилась на них. Да, Максим пишет. Ни снег, ни дождь, ни ветер не спасает. Пишалок от тренировок, да. Я, значит, когда ж дождь был сильный, в школу не ходил. Вчерашняя операция, высший пилотаж. Давно таких роликов не было. Мир, мир, голубям небо. Всем добра, Максим. У меня вот друг голубятник. Опа! Вот этот, который... Который... Да, ну это и эти, которые сейчас, наверное, соскочили. Да, вот он что говорит. Я когда, ну такие жесткие дни поднимал, я слышал, а, говорит, немцы полейнир, говорит, не гоняли. Это, да, на работу не выводили, говорит, такую погоду. Ты что ж, говорит, их гоняешь. Так что... Так что это характер уже. Никуда я от этого не денусь. В любую погоду они должны... И чем жестче погодные условия, тем лучше для тренировок, понимаете? Запомните, говорит, тяжело в учении, легко в бою. Миру мир, голубям небо. Ну, завтра утром я посмотрю, сколько что там. У меня еще куча делов. Сейчас тоже накинуло это. Да что ж такое в кармане. В кармане сам включается. Да. Всем спокойной ночи.